Когда человек слушает и отдает, то он постепенно через усилия, через аскезу, через боль включает в себе другой вид жизни, другой вид состояния сердца, который называется река. Ну то есть это означает, что человек вообще забыл про себя, он слушает те, кто молится и отдает, слушает те, кто молится и отдает. И в этом состоянии реки необычно протекает жизнь, в этом состоянии нет у человека никаких проблем, у него нет никаких трудностей, у него нет беспокойств ни о ком, он просто слушает те, кто молится и славит Бога. Слушает те, кто молится и славит Бога. Это состояние необычно, потому что люди в основном думают, я наверное зря время трачу, у меня слишком все хорошо в этом состоянии. И человек не понимает, что в состоянии реки, когда он находится, то все его проблемы решаются с огромным потоком энергии, который идет через его сердце. И этот поток энергии сам все решает, смывает все трудности и проблемы. Когда человек славит Бога, то ему не нужно думать ни о чем конкретно связанном с своей жизнью. А все решается быстро само, потому что через его сердце идет такая сила, которая непривычна ему в жизни. То есть это другая сила, с которой мы никогда не контактируем. Поэтому главная задача нам войти в этот поток реки. Следующее, что я хотел бы также порекомендовать вам, это научиться слышать общий звук зала. Этот общий звук зала или звук победы над судьбой, или звук разума Бога, это одно и то же. И его также называют звук Ом. Ну то есть вот такой вот звук. Когда этот звук идет из глубины сердца, и он способствует сильно победе над судьбой и сильно способствует включению в состоянии реки. Где-то может быть на 20-25 минуте, когда мы будем, если мы правильно включимся, я желаю всем счастья, вы будете во всем зале слышать такое как будто единение. Вот этот звук единения, его, если ты под его волну повторяешь, я желаю всем счастья, уже ты больше слушаешь не те, кто молится, а звук вот единения зала. То в этом случае очень эффективно пройдет молитва. Я включаю обычно одну мусульманскую молитву, когда говорю об этом звуке единения. Потому что вот только в одном молитве я этот звук увидел, именно подпевают этим звуком люди. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!